Если цены на нефть упадут, россияне это почувствуют, заявил Силуанов. Если цены на нефть упадут, россияне это почувствуют, заявил Силуанов 16.35. AP photo, for Sanjumli. Нефти. AP photo, for Sanjumli. Добыча нефти. Архивное фото. Вашингтон, 13 апреля новости. Россияне почувствуют на себе эффект от снижения нефтяных цен, если ОПЕК-плюс не продлит свое соглашение о сокращении добычи нефти, но существенных последствий для экономики не будет, благодаря бюджетному правилу и накопленным резервам, заявил журналистом первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов. Конечно, это скажется на курсе, на инфляции в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе, сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном снижении мировых цен на нефть в случае, если ОПЕК-плюс решит не продлять соглашение о сокращении объемов добычи нефти. 16.32. Силуанов надеется, что в США не примут законопроект против ОПЕК. Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть, добавил он. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран ОПЕК-плюс в конце 2016 года заключили соглашение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке. Соглашение дважды продлевалось, а в декабре прошлого года страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 июля 2019 года. При этом министр энергетики РФ Александр Новокрани говорил РИА Новости, что необходимости в дальнейшем продлении этой сделки может и не быть. Сейчас пока решения нет, вопрос этот пока обсуждается. Инвесторы этот вопрос задавали, поскольку есть дилемма, нам дальше с ОПЕК продолжат терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения, цены снизятся и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизится, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи, сказал Силуанов. Согласятся с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК не знаю. Здесь нужно смотреть на тактику, как дальше действовать, добавил он. 9 апреля, 16.26. Россия не сторонница неконтролируемого роста цен на нефть, заявил Путин. Отвечая на вопрос о том, насколько может снизиться цена нефти, Силуанов напомнил, что на рынке уже было падение и до 40 долларов за баррель, и даже ниже и тогда России пришлось потратить весь свой резервный фонд. Весь вопрос в следующем, насколько это долго продлится. Может продлиться и полгода, может и год, сказал он. Американская нефть сейчас захеджирована. Американские инвесторы уже тоже сумели создать инструменты на случай снижения конъюнктуры цен на нефть. Поэтому вопрос в том, насколько такое снижение будет приводить к снижению объемов добычи и соответственно поставок на мировой рынок. Когда это произойдет, тогда, собственно, цена и начнет дальше расти, пояснил Силуанов.